Жительницы разных регионов плетут маскировочные сети, которые очень нужны во время боевых действий. Каждый день к масштабному движению присоединяется все больше женщин. Люберцы не стали исключением. Давай, смотри, вот мы сейчас здесь начнем. И вот ты туда вниз вот так пойдешь. Хорошо? Хорошо. И вернешься. В этом небольшом помещении на проспекте Гагарина каждый вечер собираются люберецкие женщины. Вместе со своими детьми они плетут маскировочные сети для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В каждую ячейку вплетаются доброта и любовь. Маскировочные сети считают, что это тот труд, который очень кропотливый, но самый необходимый. Ткань есть, в сети есть, осталось только рабочие руки, чтобы помогли. От российских бойцов, как лучший показатель успеха, приходят запросы на новые партии продукции. Чтобы сделать трехметровое полотно, потребуется не менее двух дней. Готовое изделие люберецким военнослужащим передает Алексей Тимирбаев. В зону СВО он доставляет адресную гуманитарную помощь. Продукты, спальники, тактические аптечки, медикаменты, генераторы, газовые горелки и, конечно, камуфляжные сети. Есть организация «Золотые руки ангела». Они изготавливают уже давно эти сети. Они на их опыте, в общем-то, мы начали это делать. Ну, мы вот решили тоже организовать свой небольшой цех и начали этим заниматься. Вот женщины наши. Наши тоже золотые руки. Ну, к сожалению, у нас помещение очень маленькое, не позволяет делать больше. Среди люберецких рукодельниц немало женщин, чьи сыновья и мужья сейчас защищают рубежи Отечества. Как и супруг Ларисы Лазаревой. Она не понаслышке знает, какая поддержка нужна. Она пойдет нашим бойцам для маскировки на блиндажи, на орудия, на автомобили, заградительные заборы. Они очень нуждаются в этих сетях. Помимо маскировочных сетей, женщины изготавливают окопные свечи. Первая партия уже отправлена в зону СВО. Пусть быстрее наши бойцы возвращаются домой и с победой. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.